Дорогие друзья, всем здравствуйте! Подводим вам именно сегодня итоги нашего очень скромного конкурса, который проводила я и моя команда Лорейн Уолхарт. Конкурс был по очень скромной модели, которую мы с вами выполняли онлайн. И задача конкурса стояла в том, чтобы выполнять изделия по бесплатному мастер-классу и красиво его представить. И вот результаты конкурса были таковы, что скромность конкурса мы немножечко решили пересмотреть, потому что появилась Наталья Мизинцева за своей шикарной работой, которая превзошла все наши ожидания. Потому что задача конкурса стояла в том, чтобы выполнить на вязальной машине основу и дополнить ее крючковой вставкой. Наталья Мизинцева, взяв в руки спицы и крючок, выполнила не просто джемпер, летучая мышь с крючковой вставкой, она выполнила костюм, она создала цельный, лаконичный, шикарный образ. Плюс все это было дополнено очень красивой девушкой-моделью с безупречным мейкапом и восхитительной вкусной подачей. Да такой вкусной, что я бы, пожалуй, сама не отказалась от такого комплекта. Наталья Мизинцева, не имея вязальной машины, но имея спицы, крючок, любовь к творчеству и, самое главное, талант к творчеству, великолепно справилась не только с поставленной задачей, но и с задачей поразить всех. Поэтому, Наталья, нам тоже захотелось поразить вас. Несмотря на то, что конкурс не был, выиграй визуальную машину от Лорейн 2, вы получаете в подарок визуальную машину ЛК-150, которая уже ездит к вам из интернет-магазина Швейный мир. Все для рукоделия. И вот эта шикарная машина, Наташенька, теперь принадлежит вам. У меня даже нет сомнений в том, что такой творческий, талантливый человек, как вы, скоро будет поражать наше и не только наше воображение новыми шикарными работами уже с применением этой новой помощницы. Я уверена, что ваш безусловный талант расцветет новыми краясками, новыми гранями, заиграет и будет радовать и нас, и вашу семью, и ваших поклонниц, которых, я уверена, с каждым днем будет появляться все больше, больше и больше. Пусть все конкурсы не проходят так, как прошел Эйд, потому что в этом конкурсе было столько потрясающих работ. Это, конечно же, работа Светланы Рассыльной-Слепцовой, которая идею джемпера перевела в идею замечательного жакета. Приз в виде семиигольного декера именной открытки и стикера от нашей команды получает Светлана Рассыльных-Слепцова. Светлана, я знаю, что наверняка у вас уже есть такой семиигольный декер, но лишними для нас такие вещи никогда не бывают. Спасибо вам огромное за ваше участие, за ваше очередное участие и вашу очередную победу, потому что вы для нас всегда победители. Безусловное признание работе Евгении Владимировой, потому что работа и технически хороша, и продумана по стилистике, и очень интересное живое фото представила нам Евгения Владимирова. И с удовольствием дарю вам вот этот замечательный диск с мастер-классом. Я уверена, что вы оцените техническое выполнение этого мастер-класса. Мастер-класс замечательный. Этот диск отправляется к вам. Как меня порадовала работа Елены Садиковой. Вы знаете, работа настолько живая, настолько интересно выполненная, цветовое интересное решение подобрала Елена Садикова, и наполненность, и насыщенность. Все это очень гармонично и очень успешно воплотилось в модели, которую вы видите на своих экранах. Елена Садикова, потрясающе интересное решение. Вы нас порадовали, вы нас удивили. И, конечно же, позвольте вас поздравить с этой победой. Елена, я уверена, что вы обязательно используете этот мастер-класс, и уверена, что гардероб ваших мужчин пополнится еще одним сильным, красивым изделием. Огромное спасибо вам за участие в нашем конкурсе. Лаконичной скромностью и элегантностью порадовала работа Марии Изабелиной. Джемпер, выполненный из тончайшего махера, с ажурной вставкой по спинке, который изящно подчеркивает фигуру, отлично вписавшийся в созданный Марии образ, не может не заслуживать нашего с вами внимания и, конечно же, симпатии. Мария, очень понравилась ваша подача. Это было вкусно, это было интересно. Фото хотелось разглядывать и разглядывать, вплоть до мельчайших деталей. Причем вначале было видно джемпер, а потом хотелось рассматривать детали. За что вам огромное спасибо за детали. Мария Изабелина, позвольте поздравить вас и отправить вам этот приятный, скромный приз увидеть семиигольного декера, именной открытки и стикера от нашей торговой марки. Работы вообще на конкурс было представлено очень много. Не могу не отметить работы Любови Кривенковой, Ланочки Долговой, Татьяны Горде, Модель Любови Соловьевой, Даши Сухановой, Елены Захаровой, Елены Максимовой, которым буквально немножечко, на мой взгляд, не хватило чуть-чуть дотянуть до победы. Но, с другой стороны, друзья, это действительно был мини-конкурс, несмотря на то, что основной приз оказался для меня неожиданным даже. Это вязальная машина. Итак, вот такими были итоги конкурса, поэтому, несмотря на то, что несколько с опозданием, но мы, наконец, их озвучили. Поэтому приз к нашей основной победительнице Наталье Мисенцевой уже едет. И Наталье Мисенцева готова уже присоединиться к обучению в новой группе, которая стартует в нашей школе с 1 июня. Это вязание Лайт. И, кстати, куда я приглашаю всех желающих. Ну, а от всех остальных победителей нашего конкурса я жду адреса, телефоны, по которым мы с удовольствием отправим вам ваши заслуженные призы. Участвуйте и выигрывайте. Творите, создавайте, радуйте себя, радуйте нас, радуйте ваших близких и ваших поклонников. И пусть поклонники вашего таланта растут, растут, растут ежедневно. До новых встреч, друзья, и до новых конкурсов. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...